Этому тигренку два с половиной месяца. Зовут его Шерхан. Он детеныш знаменитого тигра Амура и тигрица Уссури. Но выхаживает его не хищница, а сотрудники сафари-парка. Они днем и ночью находятся рядом с малышом. В помете было двое тигрят, но сразу после родов тигрица отказалась кормить детенышей. Зоологи начали бороться за их жизни. По словам ветеринара сафари-парка, сперва они пытались подложить к матери котят, но она продолжала их игнорировать. После чего Василина забрала тигрят к себе домой. Когда молодая самка, возраст два-два с половиной года, если она погулялась, то сто процентов она откажется от молодняка. Ну и в искусственных среде обитания, конечно, это тоже сто процентов практически. Мы были к этому готовы. В выходе тигриное потомство сотрудники парка старались козьим молоком, но вскоре котята от него отказались. Несмотря на все старания зоологов, одного тигренка спасти не удалось. Он умер через пару дней после рождения. Все силы были брошены на спасение второго. По словам ветврача, был критический момент, когда пришлось принимать экстренные меры. На том же фоне кишечных колик у него просто остановилось дыхание от болевого шока. В общем, у него моментально посинели нос, слизистые оболочки все видимые, язык тоже фиолетовый. Мы как раз был вечер. В одно время вроде бы и паника. Сначала замешкались, что делать. Ветеринарам тоже старшим звонили, интересовались, консультировались, что лучше. Но он стал прямо наставить на руках буквально. И мы просто... Он взял и отключился. У него просто перестало биться сердце, остановилось дыхание. Ну, мы с мужем, конечно, взяли себя в руки и сделали ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. И вот он буквально же сразу задышал. Ширхана все же выходили. Он окреп, самостоятельно питается. Уже пробовал кролика и гуся. Но пока основное его лакомство – сухая кошачья смесь. Сейчас детеныш весит уже почти 9 килограммов. Тигренок, как только почувствовал силы, стал проявлять характер. Защищать от чужих свою территорию и Василину. Когда кто-то чужой приходит, он встает в стойку перед атакой и готовится кидаться. Защищая свою территорию, либо меня. Ну, естественно, к чужому звуку он не привык. И запах тоже чужой. Он агрессивно к этому относится. Наследник Амура такой же дружелюбный, как и отец. Только подружился он с Харьком. Они на пару с самого утра поднимают дом вверх дном. Василина признается, когда придет время переселять Ширхана в Сафари-парк, дом опустеет. Но до трех месяцев он еще точно будет под ее присмотром. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.